Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Микроскопы Delta Optical линейки BioLite представляют собой хорошо зарекомендовавшие себя приборы. Сегодня хотим рассказать о старшем представителе этой линейки. Встречайте микроскоп с ахроматическими объективами Delta Optical BioLite 500. Микроскоп поставляется в транспортной картонной коробке. Внутри коробки находится надежная пенопластовая упаковка, защищающая прибор во время транспортировки. В комплект поставки входят два окуляра, модуль верхнего освещения, микрометрические суппорты, адаптер питания от сети 220 вольт и пылезащитный чехол. Комплектные окуляры кратностью 10 и 25 заключены в пластиковые корпуса. Оптика выполнена из оптического стекла, просветления на обеих окулярах отсутствует. Рассмотрим конструкцию микроскопа более детально. Все элементы микроскопа закреплены на цельном, литом, массивном и прочном металлическом штативе. Окулярный узел представляет собой монокулярную насадку, состоящую из призменного блока и окулярной трубки. Окулярная трубка имеет наклон в 45 градусов и может вращаться на 360 градусов. Внутри окулярная трубка имеет качественное, но все же глянцевое чернение. Микроскоп оснащен трехпозиционной револьверной головкой, в которую установлены три ахроматических объектива кратностью 4, 10 и 40. Сорокократный объектив имеет подпружиненную оправу. Поворотом револьвера в ту или иную сторону до характерного щелчка осуществляется смена объектива и как следствие увеличение микроскопа. Отметим наличие стопорного винта, ограничивающего ход предметного столика. Это позволяет избежать повреждения микропрепарата или даже оптики объектива. Два комплектных окуляра в сочетании с тремя объективами обеспечивают широкий диапазон увеличения от 40 до 1000 крат. Особо следует отметить, что ахроматические объективы, которыми окомплектован микроскоп, показывают вполне достойную картинку даже на максимальном увеличении. Настройка резкости изображения осуществляется перемещением предметного столика. Система фокусировки представляет собой двухскоростной механизм, при помощи которого осуществляется грубая и точная фокусировка. Для этого по бокам штатива расположены коаксиальные ручки. Система освещения данной модели состоит из двух модулей освещения. Нижнего для проведения наблюдений в проходящем свете и верхнего для наблюдений в отраженном свете. Верхний осветитель имеет оригинальную конструкцию. Он выполнен в виде гибкого шланга типа гусиная шея. На одном конце находится светодиод, а на другом обычный разъем USB. Для установки осветителя его следует продеть в специальное отверстие на штативе и подключить его в гнездо USB, расположенное с тыльной стороны основания микроскопа. Сбоку основания штатива расположено колесо включения и регулировки яркости нижнего модуля освещения. А вот для верхнего модуля включение-выключение и регулировка яркости не предусмотрены. Для того чтобы включить или выключить верхний модуль его необходимо вставить или вынуть из соответствующего разъема. В нижней части корпуса имеется отсек установки батареек типа АА для обеспечения автономного питания. Это позволяет использовать микроскоп в полевых условиях, где доступ к электросети затруднен или невозможен. Предметный столик выполнен из пластика и имеет размер 95 на 95 мм. Под ним разместилось колесо диафрагм с шестью отверстиями разного диаметра. Поворачивая колесо в ту или иную сторону выбираем соответствующую диафрагму, тем самым настраивая яркость и равномерность освещения образца. По умолчанию для фиксации препарата на предметном столике установлены металлические подпружиненные лапки. Сразу рекомендуем заменить их на микрометрические суппорты из комплекта. Это позволит плавно перемещать препарат по предметному столику. Установив вместо окуляра цифровую камеру проведем тестовые наблюдения и посмотрим, как выглядят под микроскопом различные микроорганизмы и некоторые предметы неживой природы. Итак, срез соснового стебля с четырехкратным объективом увеличение сорок крат, с десяти кратным увеличение 100 крат и сорока кратный объектив увеличение 400 крат. Группа микроорганизмов инфузория туфелька увеличение 100 крат. Обращаем внимание на отсутствие хроматической аберрации. На большом увеличении 400 крат инфузория показала свою внутреннюю структуру. Хорошо просматривается структура человеческой крови на тех же 400 кратах. Не безинтересно будет заглянуть и в мир насекомых. Так выглядит муравей с четырехкратным объективом увеличение сорок крат. При большом увеличении видны мельчайшие подробности строения его лапок. Синяя окантовка объясняется тем, что тело муравья достаточно объемное, а глубина резкости объективов биологического микроскопа весьма невелика. В отраженном свете интересно посмотреть кристаллы сахара. Увеличение сорок крат. Те же кристаллы на большем увеличении, в сто крат. Так выглядит поверхность металлических предметов, в данном случае десяти копеечные монеты. Фрагмент десяти гривенной купюры, след от обыкновенной авторучки на листе бумаги для заметок и тот же след на увеличении сто крат. Подводя итог отметим, что микроскоп оставил только приятные впечатления. Качественная оптика и хорошая механика показывают высокую культуру производства. Несколько снижает удобство работы, отсутствие возможности включения и выключения и регулировки яркости верхнего осветителя. В целом же микроскоп Delta Optical BioLight 500 можно уверенно рекомендовать в качестве учебного как для домашней, так и для учебной лаборатории. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!